Глава Совета директоров Международной транспортной компании ФЕСКО Андрей Северилов пообщался со студентами и преподавателями Казанского университета и прочитал лекцию о развитии рынка контейнерных перевозок в мире России и Республики Татарстан. По его словам, компания ввиду ее масштабности уделяет много внимания работе и с подрастающим поколением, то есть студентами. В рамках встречи было подписано соглашение между ФЕСКО и Казанским федеральным университетом. Мы подписали соглашение о начале работы по созданию некой магистрской программы по выращиванию кадров, которые будут работать в сфере логистики. С одной стороны, мы получаем высококвозиционных людей, преданных нашей компании, а с другой стороны, мы готовы обеспечить максимально комфортные условия, начиная от условий обучения в период обучения в университете и заканчивая прохождением практик на наших инфраструктурных объектах в порту, на кораблях, на терминалах. В шоу-руме Высшей школы журналистики Андрей Северилов рассказал слушателям о том, что из себя представляет транспортная группа ФЕСКО. По словам спикера, компания – лидер на рынке перевозок. Оказывает услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и Содружества независимых государств. Мы старейшая компания в мире, наверное, после Сбербанка нам в этом году исполнилось 143 года, 6500 сотрудников по России и мы крупнейшая в России транспортная компания, мультимодальная, работающая на всех видах транспорта. У нас свежесобственный флот и порт Владивосток наш, мы представлены на железнодорогах, терминалы, в том числе мы прямо сейчас строим терминал в Зеленодольске, в республике Татарстан. Отметим, что Андрей Северилов уже не первый раз в Казани. В прошлом 2022 году глава Совета директоров компании встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Тогда стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии.